российские вооруженные силы не бомбят города и об этом всем хорошо известно сколько бы роликов в натовских структурах не монтировали сколько бы видео нарезок и фото фейков не было сейчас вброшено правда все равно пробьется россия сделала все для сохранения территориальной целостности украины боброедка открыто признается что никто не предвидел что война с украиной будет не маленькой быстрой и победоносной а большой затяжной позорной и аж третьей мировой вот что она говорит я думаю что ни один человек в том числе люди которые планировали эту спецоперацию не ожидали что это затянется так надолго понимали что в горячей войне мы украину победим за два дня чего ее побеждать-то господи на украина подавили эти огневые точки вот мы рекламную паузу это обсуждали потому что никто не предвидел что мы в прямом смысле слова будем воевать не с зеленским и его там с подручными мы будем воевать с абсолютно со всем коллективным западом воюем с ними со всеми ну конечно слушайте победить коллективный запад эту мощь нато ну это тяжело и трудно но я предполагала что это будет такая ну точечная операция ну наверное чуть сложнее и болезненнее чем это было например в крыму но ключевой в этой фразе слова чуть я не думал что это будет так легко но конечно я не думала что придется сражаться со всем западным миром что это будет настоящая третья мировая третья мировая идет уже как у нее только язык поворачивается все у нее просто понимаете просто мы же не начинали войну украине донбассе мы ее заканчиваем я для себя решила что если моей дочери суждено погибнуть вот так значит я буду утешаться тем что я буду гордиться своей дочери что она погибла свою родину в состоянии эйфории от абсолютного превосходства своего рода современного вида абсолютизма да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства тех кто готовил принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения ситуация начала развиваться по другому сценарию российский пропагандистский телеканал матч-тв перестал обновлять собственный youtube канал из-за блокировки сервиса в российской федерации при этом спортивный транслятор пытается активно развиваться на ru-тюб которым в кремле намерены заменить видеоплощадку об этом информирует телеграм-канал база по его данным распоряжение подписал гендиректор подконтрольного кремлю газпром медиа куда входит матч-тв александр жаров всем телеканалам входящим холдинг запрещено размещать новый контент на youtube с 1 февраля при этом газпром медиа обвинили корпорацию google в якобы незаконной блокировки ее активов и заявили о невозможности дальнейшего сотрудничества в марте прошлого года google заблокировал каналы газпром медиа холдинга тнт и нтв на youtube и по этим фактам оккупанты инициировали судебные процессы строить долгосрочные понятные деловые отношения с площадкой которая в одностороннем порядке их расторгает невозможно заявили в пропагандистской организации я понимаю но вот мы это закроем а что мы предложили будет страдание если нас youtube это не будет я скажу так для тебя не будет может быть для меня не будет и будем а детей мы потеряем не будут они читать книги про youtube на этой неделе опять копии ломали по поводу ютюба по поводу того что его надо запретить конечно его надо запрещать естественно его надо запрещать но не поставит vpn потому что практика поезд что и 1 2 не работает даже если бы была воля и решение его закрыть как ты его закроешь если ты не можешь предложить им более качественно если мы взрослые не в состоянии ограничить своих детей мы не в состоянии ну то нас нет инстаграм закрыли ну что закрыт он закрыт инстаграм лично у меня количество подписчиков в инстаграме за то время что он закрыт увеличилась хотя и значительно меньше стала уделять ему внимание а подписчиков стало больше а он закрыт здрасте в екатеринбурге у тебя состояние или нет они сказали они против буквы сетт студенты предлагаешь посадить их родителей конечно вот так и youtube понимаете вы можете закрыть youtube можете только он не закроется вот в чем беда железный занавес это советское советское изобретение это внутреннее событие мы свою страну и свой народ свое общество ни от кого закрывать не собираем я даже не говорю о том почему не были созданы свои платформы свои операционные системы ну как почему потому что ваш российский режим по определению ничего создавать не способен люди на которых работает маргарита симоньян и ее коллеги годами воровали в космических масштабах а работа симоньян и у коллег заключалась в том чтобы их выгораживать врать и замалчивать это воровство и только теперь когда уже стало невозможно скрывать когда выяснилось в каких масштабах воровали все открылось и стало очевидным теперь они не могут понять как же так вышло почему да потому что режим который умеет только угрожать шантажировать запрещать он не способен создавать а кто будет создавать в такой стране а зачем вообще там что-то создавать чтобы друзья путина отжали обманули а выражаясь народным языком просто кинули значит альтернатива в определенный момент не сейчас но чуть позже может стать очень просто либо большая европейская война вот по-настоящему такая с горящим не с горящей не только варшавы но и веной но и берлинам ну париж не знаю но думаю что и парижем а уж что лондона не будет это по моему все уже по моему вот сошлись на том чтобы европе была стабильность вот куда-то это все должно деться потому что пока есть вот этот вот геополитический идил в виде великобритании так пока еще не запрещенный в россии великобритании красиво скрыли насто спокойствие в европе не будет и этот геополитический идил виде великобритании нужно как-то социально безопасно для всей европы и мира я так их расскажу утилизировать дело не в нашем политическом режиме ни в чем-то другом просто им не нужна такая большая самостоятельная страна как россия в российской госдуре появилась своя ванга депутант евгений федоров пугает россиян украинскими атаками на москву сити и в глубь рф они будут усиливать бомбардировки территории так сказать центральной россии как они уже это делали по эндельсу я знаю что они разрабатывают план удара например демонстрационного по москва сити и так далее но главное из его спича да украина действительно гарантированно победит исходя из этого стратегического плана они гарантированно побеждают просто по их плану эта победа должна произойти там где-то ну в перспективе год год полтора два 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 два